заболел обнаружила вредителей 250 разные это облепленные стволы для хвойных растений и конечно же приствольный круг соседа для профилактики злостные вредители смотрим за здоровьем всем привет нет покоя моим можжевельником это можжевельник скальный blue arrow который посажен у меня в паре и вот можете обратить внимание на их высоту посажены одинаковыми саженцами в одинаковые посадочные ямы и росли первое время достаточно хорошо но что случилось во первых в прошлом году один можжевельник заболел ржавчиной я его лечила он восстановился и даже в прошлом году тронулся в рост но не догнал своего соседа в этом году смотрю что-то опять не то подхожу начинаю рассматривать и что я обнаружила вредителей до таких что вижу начинает портиться и хвоя и чернеет побеги и они разваливаются сейчас буду заниматься и спасать свой скальный можжевельник это очень красивые можжевельники которые имеют строгую такую узенькую форму даже у достаточно взрослого растения мои молодые относительно ну вот имеет уже который повыше где-то 250 ну и этот чуть более 2 который болел когда я подошла поближе я просто была удивлена смотрите вот немножечко собрала их так чтобы было видно смотрите разные я сначала увидела одну какую-то непонятную в панцире думала божья коровка но их много они облепили просто побеги вот еще попробую вам показать прямо на побеге что это делается смотрите просто облепленные стволы вот непонятными вредителями я надеюсь хорошо видно вот сколько их и так по всему можжевельнику вот эти вот красненькие с панцирем какие-то непонятные так вот вроде бы видно поэтому сейчас буду срочно делать обработку обрабатывать буду пеноцидом от комплекса вредителей этот препарат специально разработан для хвойных растений вот здесь даже перечислены хермис и тли пилильщики щитовки да и множество других вредителей которые могут быть на наших войны дозировка 2 миллилитра вот здесь указано для хвойных растений на 10 литров воды поэтому сейчас развожу этот препарат и буду опрыскивать следующая обработка должна быть через 7-10 дней обязательно закрепить насекомые должны погибнуть в течение суток буду проверять смотрите какой интересный тюбик розового цвета это пеноцид от комплекса вредителей сейчас я так где здесь лучше надрезать наверно на этой дюбочки и разбавляю меньшей емкости вот выливаю сюда это средство набираю наполаскиваем необходимо разбавить это средство в отдельной емкости а потом уже залить в опрыскиватель и опять таки добавить туда воды все это хорошо размешалось так что и войны и наше растение тоже частенько атакуют вредители нежданные нежеланные и негаданные так ну вот по моему тюбик я уже и вымола весь еще раз хорошо перемешаю и в опрыскиватель опрыскиваю свое растение с кончика верха до самого низа и по кругу очень хорошо смачиваю крону и конечно же приствольный круг а также я не забыла про соседа и его также для профилактики опрыскала и все что рядом в радиусе двух метров на всякий случай так как вредители опасны и могут погубить наши растения буквально за считанный сезон обработала и пихту которая растет рядом и можжевельник gold star он как-то повреждался у меня периодически и вредителями и и заболеваниями и также для профилактики еще обработала свои тисы один из них у меня в прошлом году также повредился тлей и клещами это тис стефания который растет у меня в такой композиции в ряд три экземпляра посажены маленькими саженцем но уже имеют хорошие размеры высота около 80 сантиметров для профилактики и большей уверенности что эти вредители сюда не населятся вот так вот бывает казалось бы хвойные растения самые неприхотливые и не капризные а и их настигает вот такой недуг как злостные вредители по-другому их назвать нельзя спустя время подошла посмотрела еще шевелится шевелится вредители на моем красивом можжевельники blue arrow но я быстро принимаю меры обработала и сейчас буду спокойно но как я уже говорила и повторюсь нужно повторить обработку через семь-десять дней обязательно не забываем поэтому друзья осматривайте свои растения когда гуляете по саду так как потом ни с того ни сего какое-то растение усохло пропало в чем дело неизвестно вроде было недавно зеленое все хорошо а вдруг усохло осматривайте хвою поближе каждой веточки не просто делаем фотографии но и смотрим за здоровьем наших растений вот такая у меня беда с моим можжевельником с моей парочкой и вид у него конечно сейчас вообще не привлекательный и думаю что скорее всего в ближайшее время может быть в следующем году буду его стричь формировать так как мне веточки внизу совершенно не нравится я думаю стрижка придаст ему новую жизнь всем желаю хорошего дня хорошего настроения до встречи в следующих видео